Поздравляет вас коллектив Саратовской ГЭС, депутат Людмила Викторовна Одинцова, директор Саратовской ГЭС. Поздравляет вас общественная организация «Боевое братство». Пожалуйста. Молодая гвардия партии «Единая Россия» тоже вместе с нами. Такие слова в преддверии Дня Победы услышали 39 балаковских ветеранов, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. Коллектив Саратовской ГЭС поздравляет их ежегодно, давит подарки, помогает с уборкой по дому. Ветеранов, участников войны, тружеников тыла с каждым днём становится всё меньше и меньше. Поэтому наш коллектив решил, что в этом году мы поздравим каждого ветерана персонально, адресно. Конечно, мы заблаговременно узнали пожелания наших ветеранов и приобрели 39 различных видов бытовой техники. Микроволновка, холодильник, газовая плита, стиральная машина, мультиварки. Вся бытовая техника приобреталась, исходя из пожеланий самих ветеранов. Кому-то были необходимы приборы для облегчения быта. Ну а кто-то попросил технику для общения. Антонина Анисимовна Соколова, председатель совета бывших малоритних узников фашистских лагерей, недавно сломала ногу. Долгое время провела на больничной койке. В свои 88 лет женщина очень активна. И три месяца болезни дались ей с трудом. Как будто жизнь проходит мимо. Поэтому её желание получить в подарок планшет оказалось вполне понятным. А постигать основы работы в интернете Антонина Анисимовна планирует под присмотром дочери. Она говорит, да я тебя всё научу, тебе понравится. Ну а понравится, потом... Потом не оторвет. Ну да, вот так вот. И на даче телевизор будет смотреть через него также. В этом году из-за пандемии пришлось отказаться от душевных разговоров за чашкой чая. Сотрудники Саратовской ГЭС, Боевого братства и Молодой гвардии поздравляли ветеранов, соблюдая все меры профилактики коронавирусной инфекции. Близко к виновникам праздника не подходили. Были в медицинских масках и перчатках. Но без воспоминаний всё равно не обошлось. Слишком много пришлось пережить этим людям, чтобы держать это в себе. Они рассказывали, как голодали, теряли близких в боях, работали без сна. На плантации сажали, поливали, пололи, что делали. Потом обратно на ток сортировать пшеницу. То через это вот сортировку крутить. Я не могу даже вот как-то вспоминаю. Всё пережито. Это ещё не всё. Мы прошли другой ад, когда нас признали второсортными в советское время. Но второсортные дети вернулись. Нам запретили институты, техникумы. Неграмотных 93%. Это кто-то вышел замуж, там, фамилию как-то или что-то вот так только. А так нет. Был крест. Несмотря на то, что это грустные и зачастую очень страшные воспоминания, ветераны о них рассказывают с мельчайшими подробностями. Говорят, что поколение, которое видело войну, уходит и уносит с собой историю. Надо успеть передать её потомкам, чтобы они помнили, чтобы для них День Победы был не просто датой в календаре, о настоящем праздникам памяти. Чтобы мир был красивее, добрее, вообще, было бы жизнь, наверное, помягче, получше. Пожелаю вам здоровья, благ, получше. Всех, где был, на работе, чтобы было всё хорошо у вас. И на работе, и дома. Не забываю своих друзей и всех товарищей. Самое основное. Без этого никак нельзя. Поздравляю всех участников войны, героев войны и дружников тыла, которые ковали победу в тылу. Людмиле Викторовне, которая не забывает нас. Она помогала нам словом и делом. Спасибо ей. Если бы больше таких людей было, нас бы ни один вирус никогда бы не победил. И несмотря на то, что 75-летие Великой Победы в этом году проходит не так масштабно, как планировалось, подобные акции напоминают ветеранам, что мы благодарны им за их победу.